Здравствуйте! Меня зовут Ольга Гунина, и это Театральная гостиная. Сегодня мы узнаем, когда в нашем городе возник профессиональный театр, кто стоял у его истоков и кому мы должны быть благодарны за столь великолепную идею. Сегодня в гостях у нас побывает самая любимая актриса нашего города и нашего театра. Также мы встретимся с шекспировским Гамлетом, его родителями, и даже узнаем, какие снились ему сны. Эта артистка родилась в Чите, работала в театрах Иркутска, Орла и города Москвы. И вот свыше 30 лет она во Владимирском театре. Ее любят в спектаклях Ханума, Фома. Последнее время она играет в поэтическом спектакле «На стыке времен». Заслуженная артистка России Жанна Владимировна Хрулева. Жанна, здравствуйте! Здравствуйте, Олечка! На прошлой неделе отпраздновали ваш юбилей. Ну что, будем держать интригу или расскажем, сколько вам лет? 75 лет. Замечательный возраст. И я вас искренне с этим поздравляю. Спасибо. Самое интересное, что вы очень успешно работаете на сцене Владимирского академического театра. Скажите, пожалуйста, а когда же была у вас самая первая роль? Первая моя роль была, когда мне исполнилось 17 лет. Меня взяли в театр в Москву, тюз, и сразу первая роль моя «Красная шапочка». Замечательно. Когда я приехала из Русска. Ну, я вас никогда не видела такой, конечно, с трудом узнаю. И в какой-то момент вы поработали в Москве, еще в других театрах нашей страны, и приехали в город Владимир. И какие же ваши первые впечатления? Они, наверное, до сих пор сохранились. Да, 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 да. От города, от театра, от людей, с которыми вы столкнулись. Никогда не забуду вот именно эти первые впечатления. Когда я приехала, так случилось, что я зимой приехала, когда здесь был совершенно чистый, белый снег, пушистый, огромные сугробы, чистый город. И на вокзале вернисаж, написанный, наверное, рукой Деда Мороза, плауны, папоротники, какие-то холмы, шикарные, какие-то удивительные, сияющие картины. Потому что огромные же на вокзале эти окна. Я была просто потрясена, потому что такой красоты я не видела больше нигде. А я приехала на разведку, у меня муж уже здесь работал, и когда он меня спросил, ну что, я ему сказала, конечно, конечно. Вы приехали в театр, в котором ваш муж Анатолий Ирин работал режиссером и актером. Вот интересно, а как же вас встретила актерская труппа? Не просто меня встретила труппа, потому что я приехала уже очень взрослым человеком, мне было 44 года. А здесь замечательные, потрясающие актрисы, и мне было трудно с ними соперничать. Я была никто еще, и достаточно сурово меня встретили здесь. Мне пришлось много потратить энергии, сил, времени для того, чтобы утвердиться и застрять в театре. Внедриться. Внедриться. Сегодня существует такое, знаете, модное слово, жестко конкурированный рынок. Ну, это сегодня, но, оказывается, в театральной среде он был уже и в те годы. Да, да. Давайте коснемся той темы, что все-таки вы приехали, помимо того, что вы были актрисой, жена режиссера, вы все-таки были мать. У вас замечательная дочь Наташа. Она, наверное, уже была не совсем маленькая. Ну, вот вам все-таки удалось совмещать и в театре свою позицию занять, и мамой оставаться, и женой. Да. Как вы с этим всем справлялись? Да, Ольга Владимировна, дело в том, что мне, наверное, в какой-то степени повезло, что у меня дочь была очень послушной, очень умной девочкой и понимала все наши условия, в которых мы... Потому что театр забирает все время, и утро, и день, и вечер. Она это понимала, и у нас не было проблем с ней, с ее воспитанием. Я думаю, что она у вас была еще и остается талантливым человеком, ведь она поступила в Московский государственный университет, на факультет психологии, и теперь она... И теперь, потом она окончила академию, защитила кандидатскую, и она сейчас работает в Москве очень успешно. Скажите, пожалуйста, а вот какие самые яркие воспоминания в то время, это было немножко другое время, другая эпоха, что тогда, как тогда жили люди в театре? Вот как они праздновали, как они ездили на гастроли, как они вместе дружили, если это было? Здесь именно, в Владимире? Да, да, в Владимире. Еще очень важный для меня, когда я приехала сюда, я поняла, что это очень дисциплинированная труппа. Это важно, потому что надо было знать всегда роль, когда пришел на репетицию, надо было быть готовым к этому. Это была традиция, никакой халявы, все пришли уже готовы, понимаете, меня, например, потому что в других театрах этого не было. Надо было быть всегда готовым к репетиции и к спектаклю, и меня это тоже в какой-то степени потрясло, надо было соответствовать. Вот, а и капустники, и наши какие-то застолья, может быть, которые были по праздникам, это всегда было весело, интересно, замечательно. Вы так рассказали в красках, что я уже представила, как это было действительно на самом деле. А вот давайте еще коснемся вопроса, очень сложного для женщины-актрисы, когда она переходит из юной героини в возраст. Мне кажется, что я вот это наблюдала последние десятилетия, вам удалось это очень легко и органично. А вы сами изнутри как вот переживали? Были ли у вас такие переживания? Ни в коем случае. Мне даже было интересно, если сыграть Бабу-Ягу или Кикимору сыграть, или там вот бабушку Ануш, это же интересно. Ринуться туда где, не знаешь, чего будет. Это очень, да? Сегодня у вас шесть спектаклей. В репертуаре вы очень часто выходите на сцену. Наверное, не у каждой актрисы в нашей стране вот здесь такая занятость. А у вас есть какие-то любимые свои роли? Все. Все любите? Вот я искренне, совершенно, вот откровенно говорю об этом. Я все люблю. Все роли люблю. Даже в Москву, в Словке прыгать, скакать там и искать свою нишу какую-то. Я тоже это люблю, потому что, видимо, я люблю театр просто и все. Когда взошло твое лицо над жизнью скомканной моей, вначале поняла ли, что как скудно все, что я имею, Но реки, рощи и моря оно внезапно осветило И в краске мира посвятило непосвященную меня. Я так боюсь, я так боюсь конца внезапного восхода, Конца открытий, слез, восторга. И с этим страхом не борюсь. Я тем страхом взята в кольцо. Мгновения эти знаю кратки. И для меня исчезнут краски. Когда зайдет твое лицо. Осенней ночью думай обо мне. Осенней ночью думай обо мне. И зимней ночью думай обо мне. Я вас люблю в роли бабушки Ануш. И я люблю тебя тоже. Я даже иногда прихожу ко второму акту для того, чтобы увидеть вот эту великолепную сцену, когда вы выходите, такая роскошная 100-килограммовая бабушка, и среди этих кувшинов покачиваясь, наблюдаете, что там происходит между молодыми. А скажите, а как бы сейчас бабушка Ануш ответила этим всем молодым о том, как Жанна Хрулева готовится к роли? Ну, например, они мне посылают реплику. Бабушка, уходи подальше, потому что у нас сейчас идет декламация. А я им должна ответить вот так вот. А я к декламации привыкла. Когда, Микит, мой сынок рассчитывается с приказчиками? Тут такая декламация бывает. Так что давайте, 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 начинайте. Спасибо. Кстати, как вы относитесь к вниманию зрителей? Они вам как-то его выражают? Ой, конечно, это важно, это самое главное. И я уверена еще с детства, я вот была заинтересована в том, чтобы повернулись все и смотрели только на меня. И чтобы я соответствую этому. То есть вы любите цветы, вы любите внимание. Аня, а хорошо, ну вот вы помимо того, вот мы заговорили о бабушке, вы же сегодня бабушка двух замечательных внучек. Да. А ваши внучки чем занимаются? Одна внучка уже на третьем курсе высшей школы экономики в Москве, а вторая 12 лет, она учится в пятом классе. Они тоже приходят в театр, я как-то видела, когда они были в нашем театре. Ой, они театральны совершенно, только не очень-то родители мои им разрешают это особенно так. То есть ваша дочь и ваша дочь, и особенно зять не очень-то, чтобы они театром были так увлечены, нет. Скажите, пожалуйста, ну вот современная молодежь, она увлечена в большей степени компьютером, интернетом, какими-то совершенно своим виртуальным миром. Вы тоже чувствуете, у вас есть какое-то вот такое недопонимание иногда с вашими внучками? Нет-нет-нет, мы в этом смысле очень договариваемся. Если даже они приезжают ко мне в гости, и кто-то берет и тычет пальчиком в эти самые, я умоляю, прошу, прячу этот компьютер. Потом они долго ищут, нет-нет-нет, только чтобы живое общение было, никаких компьютеров дома. Потому что Лизочка, она замечательная в этом смысле, очень мобильная, она очень артистичная девочка. И надо просто играть, не в компьютер, а просто в живые какие-то нормальные игры. И Анечка, вот старшая, мечтает. И вы мне как-то рассказывали, что ваша младшая внучка, она берет и делает, наверное, и актерское, и дедушкино, режиссерское. Что она изо всех различных предметов, еще маленькой до сих пор, создает какое-то, режиссирует пространство, создает, у нее перемещается. То ли она спектакль строит, то ли она фильм рисует, снимает. Однажды даже была на репетицию у Володи Кузнецова «Хорошая жизнь», и там у нас Рита Бахитова даже была по мостику пройти, а Лизочка сидела, ей было лет, наверное, пять. И Рита никак не могла уловить, как это по мостику уйти, по скамеечке, которая стоит. И вдруг Лиза выскакивает на сцену, вот здесь, на малой сцене, и рассказывает ей, «Рита, ты вот так вот держи равновесие, вот так надо, равновесие только держи, и будет ощущение, что ты по мостику идешь». Но все мы были потрясены. Володя Кузнецова говорит, «Если бы ты была у нас здесь, а не в Москве, я бы тебя обязательно заняла бы в этом спектакле». У вас замечательные внучки, такие же талантливые, как и вы. Жанна, я еще раз хочу вас поздравить с замечательным юбилеем. Ой, спасибо. Пожелать вам счастья, удачи, любви, зрительского внимания, режиссерского тепла, директорского расположения и поддержки ваших актеров, товарищей. Ну, и хочется подарить скромный, но такой приятный осенний букетик. Ой, замечательно. Я очень люблю осенние цветы. Спасибо вам большое. Очень. До слез просто мне. Более полутора века минулось с тех пор, как во Владимире случайно, проездом, остановился талантливый провинциальный актер Иван Лавров. Остановился, огляделся и подумал, негоже знатному граду Владимиру своего театра не иметь. Нужно сказать, что Лавров был человеком весьма предприимчивым и весьма находчивым. Прослыв о том, что местная губернаторша является страстной поклонницей всего изящного и всего полезного, он немедленно направился к ней. Направился к ней с просьбою сыскать деньги под строительство деревянного балагана для театра. Видимо, убеждать Лавров умел, потому что деньги были найдены, а деревянный балаган вырос буквально на глазах. И уже осенью 1848 года Борис Соловьев, антрепренер из Вологды, которого, кстати, прислали по договору одного губернатора с другим, начинает свои первые представления с участием Ивана Лаврова, разумеется. Весной следующего года труппа Соловьева покинула Владимир, но часть нее во Владимире все-таки осталась. А содержателем театра остается сам Иван Лавров. Далее следует период, когда Владимирский театр ведет историю, ничем не отличающуюся от других провинциальных театров. Репертуар составляют в основном в Адевиле, уровень их, скажем, мягко весьма сносный, так сообщают газеты тех лет. Уже осенью 1850 года местный полицмейстер дает театру строгое предписание. Деревянный балаган был построен наспех, здание его пришло в негодность, Театральные представления давать никак нельзя, и здание нужно немедленно закрыть, а лучше разрушить во избежание несчастных случаев. Местная публика была крайне возмущена таким предписанием, потому что уже привыкла проводить теплые и уютные вечера в театре и в театральной гостиной. Поэтому местная городская дума принимает решение разрешить купцу Третьей гильдии Ивану Барсукову строительство нового театрального здания близ Золотых ворот. Так Владимирский театр начинался. Наш театр начинает необычный проект. Два вечера с Гамлетом, три спектакля. Будем решать извечный вопрос, быть или не быть, и поймем, почему он так трудно решаем в наши дни. А сегодня мы встретимся с актерами, которым достались главные роли в этих спектаклях, собственно, с Гамлетом и его родителями. Ну и как полагается, начнем с предков. Добрый вечер, Юрий Круценко и Инга Галдина. Добрый вечер. Актеры театра, которым достались такие великолепные роли родителей Гамлета. Юра, наверное, я не совсем точна, родители, все-таки вы играете тень отца Гамлета. Тень родителя. Тень родителя. На ваш взгляд, мистическая роль? Очень мистическая. Ну, не каждый сталкивается с явлениями мира потустороннего. И, безусловно, я это чувствую, когда выхожу на сцену, проходя по авансцене, мне кажется, я слышу, как замирает дыхание у людей. Я слышал отзывы как раз с моим ощущением, вторящим моим ощущением. То есть вы как тот, кто ходит и звонит в колокольчик из вечности. Привет. Похоже на то. Тем более, что на авансцене это очень близко к зрителю. Куда идешь ты? Дальше не пойду. Тогда последуй за моею мыслью. Я, дух родного твоего отца, на некий срок скитаться осужденной ночной порой. А днем гореть в огне, пока мои земные окаянства не выгорят татла. Я, неочищенный, непричащенный, во всем цветении всех моих грехов, обрублен был. И все мои изъяны, все мои долги прижизненные, ужас, гамлет, ужас, они при мне. Скажите, а вот вы, как актер Юрий Круценко, вы мечтали когда-нибудь вот о такой роли тени? Нет, нет. Тени отца Гамлета, это выражение уже стало крылатым и притчей во языцах. И так говорят о людях, которые слоняются, вроде бы, без дела. Мы слышим это каждый день. И я и сам употреблял, теперь уже меньше стал употреблять это выражение в жизни. И что мне достанется такая роль, я не предполагал. Для меня это было неожиданностью. Как вы считаете, зачем Шекспир ввел вот тень отца Гамлета? Ну, нет уже, нет, похоронили, похоронили, но он выходит и выходит. Чего он добивался все время от своего сына? Почему он не ставил в покое? Ну, тень отца, это катализатор, это чека, которая срывается. И Гамлет, вот если так можно провести свою военную аналогию, он эту гранату уже без чеки держит. А отец его подталкивает, будь, будь. Вопрос-то стоит, быть или не быть. И отец ему говорит, будь, будь кем-то, будь. Возьми все в свои руки, получается или нет, другое дело. Но отец его как с детских лет настраивал быть мужчиной, так и из-за гробного мира тоже. И мне кажется, что эта мысль была заложена Шекспиром. Наверное, знаете, это конфликт отцов и детей. Он ведь сегодня существует и всегда был, и всегда будет. Я думаю, при всей любви отца к сыну, которая у нас показана такими ретроспективами, то, как отец нежно относился к нему, все равно это можно назвать конфликтом. Это можно назвать конфликтом, потому что нерешительность сына дает отцу дополнительные какие-то стимулы, что возвращает его с того света, из потустороннего мира, чтобы помогать сыну становиться, становиться личностью, становиться кем-то. Вы здорово сказали. Вот пока не решит сын свой конфликт с отцом, он не знает, куда ему двигаться дальше. Мне кажется, что так. Так ничего бы и не было в пьесе. Если бы не пришел отец, Гамлет бы каким-то тем или иным образом прозябал бы в Дании, да или уехал бы куда-то, вот как там, про это пьянство датское, которое там уже вошло в легенды королевства, что вот так бы и он жил. Возможно, его бы сманила какая-нибудь другая сущность, может быть, не потусторонняя. Женская? Как-то жил бы, да. И, в общем, не был бы Гамлетом, и о нем бы мы не говорили сейчас. Я видела спектакль, и те, кто зрители его не видели, увидят, какой блистательный образ у вас, какой необычный грим. Вы его сами придумали? Грим родился на репетициях. Я предложил режиссеру сделать вот таким, какой он есть. Режиссеру сказал, давай попробуем, и увидев, согласился. Да, мы обдумали этого такого промерзшего человека, который то ли из плоти, то ли не из плоти, то ли действительно дух. Ну, чтобы до конца не было понятно. И это поддержал художник, и грим с костюмом как-то во что-то. Заиграло, зажило. Но это отмечают многие зрители, когда говорят про какую-то необычность. Я, честно говоря, не особо не закладывал какую-то необычность в это, когда продумывал, как это может выглядеть. Но зрителю это кажется весьма-весьма необычным, но подходящим, значит. Спасибо. А вот ответьте на вопрос. Молодой актер Юрий Круценко мечтал когда-нибудь о роли юного Гамлета? Мечтает любой актер об этой роли и лукавит, если говорит, что нет. Но я рад, что мне не довелось сыграть Гамлета. Потому что я даже не представляю, как бы я выглядел. Я не могу себе представить, как чтобы я осознал вот ту всю глубину в юные годы. Мне кажется, это было бы дурно. Не знаю, у меня бы родились такие мысли. Вот после того, как теперь я играю отца Гамлета, мне кажется, что я бы не смог, я бы в такую глубину не проник. То есть вы созрели только сейчас? Спасибо большое. Но если, давайте, Инга, поговорим с вами. Давайте. У вас интереснейшая роль матери Гамлета Гертруды. Ну, пожалуйста, Гертруда не самый положительный образ. Поскольку женщины всегда считают, что вдова, месяц назад похоронившая мужа, а тут же выскочившая замуж, далеко не самый приглядный пример. А вы как к этому относитесь? Я совершенно с этим не согласна, потому что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. И причина нового замужества, у нее были на это причины. То есть ее двигала любовь к сыну, понятие власти, потеря власти. Потому что если бы к власти пришел другой человек, то она перестала бы быть королевой, в первую очередь. Она бы, ее сын остался бы не у дел, то есть лишился бы короны в дальнейшем. Это очень немаловажно, на мой взгляд. Но, тем не менее, нас удовольствием проводило время с молодым мужем Клавдием, братом ее бывшего мужа. Одна беда другую принесла. Увы, Лаэрт, у вас была сестра, однако утонула. Утонула? Вы помните поваленную Иву, которая полощет над ручком свою листву? Офелия туда пошла, в венке, в нем были маргаритки, яснотка, да кукушкин горит свет. И длинные мясистые цветы, да вы их знаете. Просто люди назовут их коротко и непристойно, а девушки перстань и мертвецов и дремликов. Едва взошла на ствол, чтобы его вимком украсить, завистливый сучок и подломился. В цветах она упала в тот поток, плескалась, будто в нем и рождена русалка, и беды не сознала, и все топила песенки свои. Но долго это длиться не могло. Намокла платьица, а тяжелела. И захлебнулся тот напев прозрачный в объятиях мутной смерти. Утонула! Да! Утонула! Значит, смотрите, вот в Гертруде собрано очень много социальных ролей, современные женщины тоже. Мать, жена, любовница. А как вы считаете, вы свой образ решали максимально, какая из этих ролей проявлялась в спектакле? Я считаю, что проявлялись в тот или иной момент разные ипостаси, но ближе всего это мать. Для меня, я считаю, что это была основной движей силы, это любовь к сыну. Спасибо. Все-таки хочу задать вопрос. Вы молодая женщина, играли мать, которая бы за 50 лет. Ну, в театре играете молодые роли. Вы как-то, как с этим-то справляетесь? Я никогда не задумывалась над возрастом. По крайней мере, пока что. Я хочу вас поблагодарить за встречу в нашей театральной гостиной. Ну, и хочу, чтобы вы пригласили наших зрителей на этот блистательный, неожиданный проект «Два вечера с Гамлетом». С большим удовольствием и волнением я от себя говорю зрителям, приходите к нам, посмотрите. Об этом много говорят. Может быть, близость Гамлета, то, что он здесь вот у нас в театре. Всегда позволяет сказать, ну, я успею, я приду. Не откладывайте, приходите обязательно. Быть, не быть, в чем вопрос. Если быть не могло, по-другому. Так сказал Александр Башлачев. Можно взять девизом к нашему спектаклю. Ждем вас. Очень бы хотели и были рады видеть вас эти два замечательных вечера на спектакле. Вас заставит это о чем-то задуматься, над чем-то проразмыслить. И я уверена, что это не оставит вас в стороне. Приходите. Вот и пришло время познакомиться с главным героем, актером, исполняющим роль Гамлета, как в шекспировском средневековом спектакле, так и в современной версии, в моноспектакле. Актер Александр Алладышев. Здравствуйте. Саша, я очень рада вас видеть. Это взаимно. В 2017 году, весной, буквально полгода назад прошла премьера. Премьера была неожиданная и оглушительная. Приятно оглушительная. И вот за эти полгода вы побывали уже на четырех международных фестивалях. Расскажите, что это за фестивали, ваши впечатления? Это был фестиваль на Кипре, фестиваль в Македонии, в Израиле и в России, в Либицке. Вот буквально на днях мы оттуда вернулись. Можете как-то сравнить свое ощущение на каждом из фестивальных показов? В общем-то, для меня каждый этот фестиваль, каждый спектакль, для меня это большое событие. И большой огромный рост, опыт, и много, но очень новой информации и прочего. Но, конечно, разница есть. Конечно, разница есть. И в первую очередь это разница в публике. Публика, русские люди, да, и люди из других стран с другим менталитетом. Причем на фестивалях не обязательно, что находятся, допустим, в Македонии, только македонцы. Нет, там могут быть участники фестиваля, какие-то гости Македонии, американцы из других стран Европы. Давайте остановимся на Македонии. Когда вы попали на Македонию, это был шекспировский фестиваль, в котором в основном представлены только шекспировские приезды и полнометражные, большие спектакли. Я знаю, что нас пригласили очень быстро, и вдруг с современным моноспектаклем для нас было очень ценно. Мы ухватились и быстро поехали. И вот там-то вы впервые столкнулись с высоким профессиональным экспертным мнением. Там были американцы, там были англичане, там была Северная и Южная Европа. И, в общем-то, российские коллективы только были мы. Ну, да, это, конечно, было волнительно, потому что профессиональное мнение, да, оно всегда очень ценно, и хочется услышать его, даже если оно будет разбивающим тебя в пух и прах, чего, слава богу, и не случилось. Но это волнение немножко другого рода. Это волнение не то, что коленки трясутся, и текст забывается, и ты не можешь ничего сказать. Это волнение уже превращается в такой кураж, азарт, добавляет адреналина. И, конечно, первые пять действий на спектакле, это обычно какое-то настраивание диалога, да, это моноспектакль, здесь нет четвертой стены, и поэтому есть прямой диалог с людьми. То есть ваш партнер — это ваш зритель? Да, да, и без него этот спектакль, ну, это утопия, это какая-то ерунда. То есть обязательно нужен зритель здесь. И, конечно, было очень неожиданно, очень неожиданно, что были реакции, да, то есть, допустим, американцев в такие моменты, которые я бы никогда не подумал, что там зрители могут засмеяться, или могут быть такие эмоции, или такое реакция. То есть люди с другого континента, они реагируют по-другому на то, что мы привыкли европейцы. Я понимаю, о чем вы говорите. И еще у вас был очень интересный опыт в Израиле. Да, в Израиле опыт, во-первых, конечно, увидеть Иерусалим, это накладывает определенную, ну, не знаю, неответственность, но ты по-другому после этого относишься к тексту, к образу Гамлета и вообще к профессии. К вечности. Да, да вообще даже к профессии, вот если так брать. То есть ты по-другому, немножко с другими мыслями выходишь на сцену. Но мало того, на какую сцену мы там играли в пещере, которая была выстроена еще крестоносцами в средневековье. В средневековье, где-то совпадающей по времени как раз-таки с этой пьесой, с пьесой Шекспира. А мы там играли спектакль, современный пьесец, современный Гамлет, где играет рок-музыка. Но, не знаю, для меня это было идеальное совпадение, идеальное сочетание. Почему-то мне кажется, что, если уж и говорить о загробной жизни Гамлета, да, и его этих кругах ада, или как их можно назвать, то вот ощущение пещеры, подземелья, холода, мне кажется, здесь очень совпало. Мне было там играть очень здорово. И звук там, в пещере звук другой. И у вас появились совершенно другие эмоции, другие интонации, другое проникновение в образ. И я находилась в это время в зале, и я почувствовала совершенно другой план вдруг появился. Какой-то второй, третий план в том, что и было в этом спектакле до этого, и как вы играли. Так что спасибо вам. Спасибо. 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 А вот у вас появилось тоже очень новое. Вы стали на фестивалях говорить не только на английском, не только на русском, а обращаться к публике. Расскажите, вот как вам это пришло в голову? Вопрос быть или не быть, чтобы звучало. История пришла в голову в Македонии первый раз, что попробовать... Там есть такой контакт в спектакле, да, я говорю с зрителем, давайте вместе со мной говорим... Интерактив. Быть, да, интерактив, да. Быть или не быть, и вместе. Быть или не быть, быть или не быть. Да, но я подумал, что вот если, допустим, в Македонии из русской публики там была только наша группа, в общем-то, русскоязычная, владеющая русским языком. А все остальные либо английский язык, либо македонский язык. Поэтому пришла такая идея сделать этот интерактив на македонском. В общем-то, одну фразу на языке можно сказать, допустим, на македонском это звучит «садебида» или «не». И вот «садебида» или «не» мы с публикой... Проговорили несколько раз. Да, и мы сами знаем, когда мы приходим, или, допустим, к нам приезжает какой-то иностранный артист или иностранный музыкант, нам очень приятно, да, когда он говорит какую-то фразу или приветствует нас на родном языке. Это вызывает, в первую очередь, уважение к нему, да, то, что он не поленился и с уважением относится к этому. И к этой стране. И вообще, это просто интересно. Давайте вернемся к тому, что совсем недавно вы вернулись и с международного фестиваля в России. Вы знаете, я вас не видела. Я хочу сказать вам и зрителям, что те, кто были в Липецке, мои знакомые, коллеги, люди театра, они написали спасибо за гениальный спектакль. Я хочу вас поздравить. Спасибо. Для меня тоже это было очень неожиданно, но очень приятно. Так что хочется пожелать, чтобы спектакль ваш рос, чтобы ширился. А скажите, пожалуйста, ведь вы играете роль Гамлета и того шекспировского и современного. А что же вы делаете в третьем спектакле, вот в этом таком, какой-то мишура, что там происходило, игра в игре, шкатулки, мышеловка, мышеловка. Да, мышеловка, в которой, в общем-то, мышками-то оказываются те самые актеры, которые эту пьесу играют, и они оказываются во всем, грубо говоря, виноватыми. Просто виноваты. Мы не будем раскрывать все интриги. Ну да, но это совсем другая история. Но вы же там не играете, там, по-моему, вообще Гамлета. Там Гамлета нет. Вот это очень интересно, что там Гамлета. Но все вокруг него, естественно. Все ждут. Да, все ждут. И вы исполняете его указания. Вы кого там играете? Я играю молодого артиста Генри. И я хочу сказать нашим зрителям, что вряд ли кто-то вас узнает, потому что в том костюме и в том гриме узнать актера Александра Ладышева, Гамлета, и снова Гамлета, или Гамлета из Шекспирова, просто невозможно. Мне пока это интересно. Чем шире раскрывать, чем ярче иногда эксцентричнее, мне, допустим, это очень интересно. На данный момент я ощущаю, что я только-только начинаю ощущать эту профессию, только-только ее нащупываю. Поэтому чем ярче, чем шире можно раскрыться, тем да. Убийство Гонзага – это совсем другое. И это не такой герой. Это больше юмора, больше... Фарса. Какой-то буфанады какой-то даже. То есть это совсем другая история. А у меня к вам есть два вопроса. Актеру Александру Ладышеву. Как часто приходится решать извечный гамлетовский вопрос? Быть или не быть? Скажу так. На самом деле, постоянно. Постоянно, даже вставая с утра, улыбнуться или нет? Как вот этому дню. Ну, улыбнуться можно. Было еще важно, кому было улыбнуться. Да. С вечера улыбаемся. А скажите... Вопрос, он вроде бы постоянно, но... Естественно, ты же не будешь об этом думать постоянно. Но этот выбор мы все равно делаем постоянно. Даже если нам кажется, что мы его не делаем. То есть мы все равно что-то делаем. А только потом мы думаем, почему я так сделал? Почему я не подумал? Или почему... Как хорошо, что я тогда сделал так. То есть вот это быть или не быть, оно всегда. То есть у вас это крутится и живет, не отпускает ни в расцени, ни в жизни. Да. Это не пессимистичная совершенно мысль, на мой взгляд. Это жизнь. Это вопрос выбора, да. А тогда давайте, если оптимистично или пессимистично, неважно. А что же вам по ночам снятся? Какие сны? Мы уже увидим, какие сны снятся Гамлету. Я надеюсь, что ваши сны несколько приятнее. Вы знаете, я так в последнее время крепко сплю и так хорошо. Мне кажется, у меня раньше, в подростковом возрасте, когда какие-то процессы происходят в человеке, мне очень много снов снилось. А сейчас мне очень мало снятся снов. И мне кажется, что это хорошо. То есть вы все проблемы свои решаете? Наверное, да. Саша, ну скажите нашим зрителям, те, которые не видели ни первый спектакль, ни второй, ни третий из шекспировского Гамлета, и современный моноспектакль, и узбийство Гонзага. Ну пригласите их на два вечера или на каждый из спектаклей. Ну как-то так пригласите, чтобы им захотелось познакомиться с вашим Гамлетом. Быть или не быть? Быть. Обязательно быть. И 27 октября, и 28 на этом. Честно говоря, если бы я не играл в этих спектаклях, если бы я не был у них занят, я бы с удовольствием на вот эти два дня, это даже не потратил, а вот просто вот, это вопрос даже, может быть там что-то понравится, что-то не понравится, но вопрос в том, что это очень интересно. Увидеть, увидеть эту проблему, эту пьесу, которая написана, куча томов, сыграны, не знаю, сколько спектаклей, сколько разных было Гамлетов, а посмотреть вот в два дня, да, не прерывая, скажем так, свое ощущение от материала, увидеть эту историю в каком-то развитии. Я вам желаю очень хороших впечатлений, я желаю прийти посетить эти спектакли. Будем рады. Наша театральная гостиная закрывает свои двери, но только для того, чтобы в следующий раз снова встретиться с вами. До новых встреч! Приходите в театр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова